Здравствуйте, уважаемые телезрители! В адрес нашей телепередачи «Что посоветуете батюшкам» продолжает поступать большое количество вопросов. На них отвечают клирики Санкт-Петербургской митрополии, сотрудники отдела по противодействию наркомании и алкоголизму. Напоминаем, что вы можете задавать как личные вопросы духовного характера, так и вопросы по специфике работы Русской Православной Церкви в сфере реабилитации алко- и наркозависимых. Вопросы принимаются на электронную почту, которую вы видите на ваших экранах. Более 10 лет в Санкт-Петербургской митрополии работает отдел по противодействию наркомании и алкоголизму. Консультации сотрудников отдела вы можете получить по телефону в 812-274-69-68 или 8-911-741-4102. А сегодня на поступившие в адрес программы «Вопросы» отвечает иерей Ефимий Добрянский, настоятель храма «Преображение Господня» в деревне Новая Девяткино Ленинградской области. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте! В адрес нашей телепередачи поступают вопросы от телезрителей, и вот первый из них. Батюшка, как Вы относитесь к расхожему мнению клириков и мирян, сейчас это уже приобрело форму неформального требования, о том, что каждый православный христианин обязан иметь своего духовника? Я положительно к этому отношусь, потому что и правда нам нужен духовник, и на протяжении моей церковной жизни у меня всегда был духовник, и это помогало мне в моем пути избежать, как можно сказать, многих глупостей. Вот, поэтому духовник для нас очень важен. Понимаете, почему он важен? Потому что нам легче слушать одного человека, через которого говорит Господь. Вот, а когда мы, и такие люди тоже есть, они пойдут к одному батюшке, ко второму батюшке, к третьему, четвертому, благословений наберут, советов наберут, а потом не знают, что с этим делать. И у меня были, приходили вот ко мне, я начинаю что-то не то что советовать, а разговаривать с ним, а они говорят, а вот мне батюшка вот тот посоветовал вот это. Вот, потом выясняется, что он и посоветовал другой батюшка. Я говорю, ну, дорогие мои, а вы выполнили вот это вот благословение, которое вот батюшка вам благословил? Нет, не выполнил. Я говорю, так выполняйте, а потом приходите, может, поговорим. То есть вот этот момент очень важен для человека. Нужен, как в светском мире у нас один руководитель, директор, да, вот, и мы его слушаем, да, хоть и замы есть. Вот, так и в нашей духовной жизни должен быть один духовник, один батюшка, которому мы доверяем, который нас знает, знает наши нюансы всевозможные жизни, семейные какие-то обстоятельства. И он понимает, как нам помочь. По крайней мере, если вдруг он в какой-то, как говорится, не понимает, но он может помолиться о нас, потому что он нас знает. Не просто мы пришли, батюшка, помолитесь. Вот записочка. А что? А как? Чем люди живут? А он с сознанием дела скажет, Господи, ну помоги, Раби Божий. Вот она там работу ищет, а там ребёнок вот в школе плохо ведёт, и бабушка там, мама её болеет. Он всё знает, он всё переживает. Это тоже очень самое главное. Поэтому я настоятельно всем советую, братьям и сёстрам во Христе, церковным людям, молиться Господу, чтобы Господь даровал им вот такого священника. И ещё такой момент. Некоторые начинают бегать по церквям, искать, и даже подходят. Будьте моим духовником, задают вопрос. Ну как-то вот такой порыв у них, хороший вроде порыв. Говоришь, ну давайте сначала мы помолимся, вот как-то вы будете приходить, мы будем молиться, да, вот на литургии причащаться, исповедоваться. Ну а там, как Господь благословит, дорогие мои, ну куда нам спешить? Вот, да? А потом такие люди раскаиваются, что не хотят к духовнику идти. В таком полу пробежали, давайте вы будете, это духовник, давайте, да. А потом раз, и не хотят ничего, да, слушать. Потому что поторопились. Вот, поэтому надо молиться и захотеть, чтобы Господь дал такого батюшка. Он обязательно даст. Поэтому помоги нам всем, Господи, обрести своих духовников. Спасибо, батюшка. Следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, что такое радость христианина? Недавно мне на какое-то время удалось усмирить одну страсть, которая меня мучила с детства. И после этого на душе стало как-то радостно и светло. Но при этом же появилось опасение, не потеряю ли я бдительность в таком состоянии. У меня не раз были в жизни ситуации, когда я в удушевлённом эйфорическом состоянии совершал духовное падение. Или я путаю радость и спокойствие христианина с чем-то ещё? Спасибо. Спасибо за вопрос. Брат во Христе ответил, наверное, на вопрос для христианина, что такое радость. Это когда благодать Божия посещает так, что ты освобождаешься. Правда, он сказал на время. Дай Бог нам навсегда со своими страстями освободиться. Тогда мы только в радости будем жить, в благодати, что нам хорошо. Без страсти нам хорошо. Но это одна из таких моментов радости христианина. Вообще радость христианина заключается в том, что мы с Богом. Вот это вот радость. Вот что нас призвал, мы услышали и остались в церкви. И мы находимся в церкви. И, кстати, мы об этом забываем. У нас это уже потом не радует почему-то по каким-то причинам, что мы забываем, что Господь призвал. А если вот мы будем немножко назад оборачиваться, что я жил вот так, а теперь я жил вот так. И у меня всё есть. Это уже радость такая будет совершенная. Мы будем благодарить Господа за всё. И, конечно, почему падение происходит? Мы обрадовались, что у нас получилось, а потом раз и падение. Из-за того, что мы не просто успокаиваемся, а мы расслабляемся. Мы начинаем, знаете, я не побоюсь этого слова, наверное, сказать, начинаем балдеть. Наверное, все братья и сёстры поймут, что вот когда ты балдеешь, ты в полном расслаблении находишься. И мы знаем, что Христос, Он расслабленных исцелял. А мы, наоборот, расслабляемся. Вот такое вот есть у нас словосочетание. Пойдём расслабимся, да? Ну, как это так? Мы, наоборот, должны как-то в радости жить, а не в расслаблении. Поэтому я пожелаю брату во Христе не расслабляться, а, наоборот, в радости во Христе, что Господь помогает, что Он всегда рядом, вот, пожелать нам всем, чтобы Господь был рядом, и мы это чувствовали, да? Ну, и за всё благодарить Господа, за всё. Потому что когда мы расслабляемся, да, и даже если падение не происходит, мы потом начинаем гордиться собой, что у нас получилось, и что у нас, мы вот этим не страдаем. А потом дальше начинает идти осуждение. Мы начинаем осуждать своих братьев и сестёр, которые болеют этой болезнью, этими страстями. Вот. А потом уже начинает идти, там, уже падение. Вот. Ну, и потом уже смерть духовная, вот, идёт разочарование. Ну, и можно этот список продолжать, ну, может, не так долго, но мало не покажется нам. Поэтому будем за всё благодарить Господа. Это нам даст не гордиться нашими победами, потому что они не наши. Хоть мы старались, но с Божьей помощью это всё мы делаем. Помоги нам всем, Господи, в благодарении жить. Спасибо за ответ. И в продолжение вашего ответа как раз следующий вопрос. Добрый день, батюшка. Буду краток. Скажите, пожалуйста, откуда в человеке возникает, появляется гордость? Например, у маленького ребёнка, когда он родился, она есть? Или он её приобретает потом? Как вообще происходит заражение этой страстью? Ну, всё индивидуально, во-первых. Ну, где у детей гордость? Конечно, мы приобретаем потом. Конечно, приобретаем. Вот. И большая такая вот помощь, это от родителей идёт не приобрести её. Или приобрести. Потому что можно к ребёнку по-разному относиться, к его успехам. И когда мы правильно относимся, будучи родителями, да, мы радуемся его победам, да, каким-то маленьким, да. Кубик на кубик поставил, да, там, вот, начал первые слова говорить, вот, и так далее. И, конечно, приобретается тоже в разными путями. Конечно, приобретается тем, что, если человек вот вне Бога живёт, это очень просто проследить, когда у человека он успешным становится. Ну, просто вот взять в детском садике у него хорошо всё, у него всё получается, да. Ну, это ещё не факт, что это приобретение, там, в городе, он, ребёнок ещё ничего не понимает. Вот. Потом родители отдали его, там, в музыкальную школу, или, там, в студию какую-то, или в спортивную секцию, да. У него начинает это всё получаться, да. Вот, где у кого как, да. Вот он становится, там, лауреатами, или, там, мастерами спорта. Да, ведь сейчас ведь сами мы знаем, что дети-подростки уже имеют звания такие серьёзные. Ну, или в музыке, или в андергенде, да, там, даже в математике даже есть такие случаи, правильно ведь? Вот, и вот это, когда всё получается, и ты видишь своё преимущество над сверстниками, это всё способствует приобретению гордости. Вот, если ты, вот, будучи без Бога, то есть светский человек, то есть вскармливание гордости идёт постоянно, вот. Вот, но только потом падение очень страшное случается. А если это всё, это в свете божественной помощи тебе, ты понимаешь, что это всё Господь даёт, да, это вот дело родителей наставить ребёнка, да, и подростка, да, в этом, то, конечно, это уже потом не даёт тебе возможности как-то упасть сильно. Конечно, в каждом человеке есть гордость, ну, в каждом. Мы приобрели её, вот, в большей, в меньшей степени. Ну, Господь сказал, что мамам согрешил, ты во всём согрешил, да. Поэтому тут такое, нет разделения, что у меня больше, у тебя меньше, или наоборот. Вот, все мы вот в этой гордости. Ну, надо при этом помнить слова Спасителя, что Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать. Вот, если мы хотим эту благодать получить, вот надо как-то с этой гордостью, Божьей помощью как-то справляться. Не уничижать себя, я замечу, вот, а разобраться, что нам мешает быть смиренным перед Богом, прежде всего перед Богом, потому что это уже, наверное, другой момент, вот, как быть смиренным. Вот, поэтому дай Бог нам всем, дорогие мои, всё-таки нам надо быть осторожными, смотреть за сами собой. Помоги нам всем, Господи. Спасибо, батюшка. Уважаемые телезрители, время нашей передачи подошло к концу. Присылайте ваши вопросы на адрес электронной почты, которую вы видите на ваших экранах. Всего доброго. До свидания. До свидания, братья и сестры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова